У Романа Иванова в Красноярске две автозаправки. В борьбе за клиентов он вынужден работать почти в убыток. За последние полгода литр бензина на его АЗС вырос не больше, чем на 50 копеек. А в опте тот же литр подорожал уже на 2,5 рубля. Роман уверен, Роснефть и Газпромнефть на своих заправках искусственно сдерживают цены, не считаясь затратами. Чем больше игроков на рынке, тем лучше для потребителя. У потребителя будет выбор. А когда останется два, он выбирать не будет. И эти два игроками с собой бороться не будут. Со временем пройдет какой-то спад по качеству, по ценам также. То есть если останется двое, дешево они торговать не будут. Такие же мелкие заправщики, как и Роман, направили обращение к министру энергетики России, губернатору, председателю краевого парламента. Дискриминационная ценовая политика вертикально интегрированных компаний по отношению к независимым операторам не имеет ничего общего с подлинной конкуренцией, а ведет лишь к выдавливанию последних с рынка, к переделу собственности в интересах вертикально интегрированных компаний. Независимые заправщики приводят пример. В соседних регионах, в Кемеровской и Иркутской областях, где доминирующее положение занимают нефтяные гиганты, стоимость бензина выше. В Красноярском крае, где конкуренция на топливном рынке сохраняется, цены самые низкие в Сибири. И власти, похоже, готовы услышать мелких игроков. Мне кажется, что здесь ключевым для государства влиянием удержание актива игрока на рынке, то есть Красноярского нефтепродукта, о котором тоже косвенно говорится в письме. Потому что именно через этот механизм мы можем разговаривать на равных, учитывая, что какое-то все равно предложение в Красноярском крае есть и от правительства Красноярского края. А значит, если даже все остальное будет поглощено крупными игроками, мы не дадим им взвинчивать цены каким-то необоснованным образом. В последние годы нефтяные гиганты только укрепляли позиции в крае. «Газпромнефть» в Красноярске купила сети «Фортуна плюс» и «Кедр» и нарастила долю рынка до 30%. «Ростнефть» фактически занимает монопольное положение в оптовом звене. Она владеет Ачинским НПЗ. К тому же число ее заправок в крае растет. При этом красноярские водители в споре мелких игроков и монополий скорее на стороне последних. Мелких? Не знаю, что там может набодяжить они. Не важно. Мне важно качество бензина. Мне нужно качество бензина. Качество бензина? Не важно. Монополист продает. Без разницы. Крупные топливные компании пока ситуацию не комментируют. Антимонопольная служба в этот конфликт не вмешивается. Рентабельность работы мелких заправщиков продолжает падать. Их торговая наценка за последние годы снизилась в разы и теперь, по их словам, не превышает 8%. Развиваться с такой экономикой нереально, говорят заправщики. Виталий Поляков, Михаил Масленников. Афонтова новости.